Использование цифровых технологий в образовании, экономике и повседневной жизни давно стало одним из приоритетных направлений развития области. Пять региональных проектов нацелены на создание базовых условий цифровой экономики, инфраструктуры, кадров, кибербезопасности, сквозных технологий и государственных платформ. Сколковский образовательный интенсив «Остров 10-22» дал толчок к дополнительному развитию программ на базе ульяновских вузов. Представители ульяновских команд участников интенсива встретились с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Модель будущего университета, когда обучающийся сам формирует траекторию обучения. Когда вы, если вы мотивированы, если вы понимаете, что вам нужно сделать, то вы выбираете, как вы будете себя self-made, как вы себя сделаете сами. Ответственность за себя несет сам человек. В будущем не учебный план, а сам студент будет определять список предметов и количество часов, нужно ему для того, чтобы стать востребованным на рынке труда. Формированию такого взгляда на жизнь должно помочь создание при вузах точек кипения, похожих на региональную. Проект по открытию точки кипения, он был сформирован и успешно защищен как раз во время образовательного интенсива остров. Поэтому какой будет точка кипения в 3D, с точки зрения мебели, с точки зрения содержания, с точки зрения смыслов, мы знаем все в деталях. И это основной наш результат. Сформировать конкурентно способные кадры для сферы IT – необходимые условия для развития Ульяновской области. Поэтому внимание к этой проблеме особое. На территории нашего региона уже не первый год работает программа развития кадров для IT-индустрии. Нами разработан проект развития IT-индустрии на территории Ульяновской области, который курирует Сан Сергей Иванович. Он является у нас проектом флагманский. И вот данный проект или программа вообще стала прототипом национального проекта «Паспорт и цифровая экономика». Мы уже о подготовке кадров говорим не первый год. Это уже шестой год у нас идет такая целенаправленная работа, где идет профориентация детей, взаимодействие с вузами, с IT-компаниями. На базе этих компаний есть даже базовые кафедры, где идет целенаправленная подготовка и переподготовка кадров. Практически любой ответственный студент уже на третьем курсе может работать и учиться, тут же применяя полученные знания на практике. Технологии сменяют друг друга слишком быстро, поэтому учиться приходится постоянно и лучше практикуясь. Если не быть в реальном секторе, придя на работу, окончив вуз, ты можешь оказаться отставшим от актуальных технологий и процессов. Поэтому сотрудничество со Сколковой и внедрение его разработок чрезвычайно важно. Кузница новых подходов к образованию в условиях, в условиях становления цифровой, креативной экономики. Ну и, конечно, для нас очень важно, в сотрудничестве с этим университетом университетов, добиться выполнения задачи покорения рынков НТИ. НТИ – программа частного государственного партнерства по развитию новых рынков на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой российской экономики через 15-20 лет. Ульяновские вузы и регион в целом активно внедряют эту программу. Сегодня это один из важнейших факторов уверенности в завтрашнем дне. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ